Привет, друзья! Сегодняшняя наша идиома для рассмотрения Time to pay the piper или просто to pay the piper Красивая идиома В принципе, можно догадаться о её значении даже ранее с ней не встречаясь Давайте перейдём непосредственно к делу и переведём её на русский язык красиво, образно Итак, pay the piper может означать пожинать плоды своих действий собирать камни даже иногда ответить за свои слова ответить за базар как говорят в русском языке Итак, я думаю, что вам значение понятное Давайте переведём её дословно и тогда мы поймём, откуда ноги растут Итак, pay the piper платить человеку, который играет на дудочке, на свиреле и так далее Здесь мы упираемся в её происхождение Скорее всего, эта идиома произошла из литературных произведений например, из сказок Как мы помним я точно не могу вам сейчас дать название этой сказки где мальчик, который играл на дудочке увёл из города всех крыс а жители города с ним не рассчитались то есть не заплатили этому дудочнику тогда он увёл из города всех детей ну и тогда уже получается, город пожинал плоды своих нехороших действий то есть своей жадности и там надо было ему уже рассчитаться с этим мальчиком то есть заплатить рассчитаться с человеком, играющим на дудочке то есть таки сделать то, что мы должны были сделать в общем, пожинать плоды своих действий Окей, now let's explain this idiom in English So, to pay the piper means to accept the consequences of your actions often may be undesirable or negative consequences of your actions Yes, to see what you have done and again, to accept the results to accept the outcomes to accept the consequences I think you understand Yes, so to accept the consequences of your actions Окей, and now let's provide a couple of examples with this idiom давайте пару примерчиков приведем с этой idiомкой представим себе два дедушки беседуют о своих детях и внуках и вот один из них говорит да, значит, моя внучка допустим, Сюзан такая же упёртая как и мой сын Бобби пусть теперь осознает как бы, каково это теперь она поймёт что каково это было когда он был мальчиком такой же твердолобый и вызывал много неприятностей там во всех окрестностях Окей, so now in English two aged gentlemen are speaking and one of them says that you know, this Сюзан is as hard-headed as Бобби when he was a boy so now time to pay the piper время для Бобби платить по счетам теперь он поймёт каково это управляться с упёртым, непослушным, трудлобым ребёнком Окей, number two One day I boasted to my colleagues that I could do the assignment in two days instead of five Somehow this information was delivered to my boss and so the boss finally made me do it so for me it's time to pay the piper То есть я похвастался коллегам о том, что я могу сделать эту работу не за неделю, а за два дня каким-то образом эта информация попала к боссу и теперь... и он взял, заставил меня это сделать Пришло время, как бы, отвечать за базор Example number three You can't... For example, например Кто-то кому-то говорит человеку, который взял какой-то кредит и всё, оттягивает выплаты не хочет платить So you can't put off your payments forever Sooner or later you will have to pay the piper Ты не можешь вечно оттягивать, платить по счетам то есть платить, расплачиваться за долг Раньше или позже наступит время расплачиваться Okay, example number four He was fooling around all the semester Now it's time for him to pay the piper So he has to buckle down and study all day and night Он, значит, гулял весь семестр Дурью маялся А вот теперь пришло время платить по счетам Теперь пришлось ему приступить к обучению конкретно Он сидит день и ночь за учебниками Okay, pay the piper Time to pay the piper Философская классная такая идиома Употребляйте её на здоровье И ваш английский будет красивее и красивее С вами был Дмитрий Карапенко, друзья До встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok